Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Сергей Гартингер. Я представитель компании «Я адвокат» и представитель компании «Финанс Траст Групп». Также хотел представить вам моих коллег. Это Хоменко Виталий и Хмельницкий Игорь. Он представитель киевского филиала компании. А мы представители той же компании, только в городе Черкасса. А также участник непосредственно событий, о которых мы сегодня хотим рассказать. Это Макаренко Дмитрий. А ситуация, для чего мы собрались сегодня в пресс-конференцию. Дело в том, что происходят некоторые события в городе Черкассы, связанные с защитой права собственности компании. С 2017 года, с марта 2017 года, компания зарегистрировала за собой частный дом. Это в район Луначарки, город Черкассы, Ярослава-Голлана, 47. Этот дом был зарегистрирован на основании договора ипотеки и ипотечной оговорки. Так вот, они зарегистрировались здесь тем, что должник не платил очень долгое время долги. А долги были, соответственно, выкуплены. Но самое интересное началось после того, как этот дом был зарегистрирован и когда компания хотела уже распоряжаться, использовать этот дом по своему усмотрению. Немного предыстории, я думаю, что нам расскажет именно киевский представитель компании, и он расскажет предысторию, как она вообще начиналась, эта история. С 27 липня 2015 года кредит был выкуплен нашу компанию ТОВ Финанс ТРАСГРУП. Всего времени ипотекодержателем житлового домика, который находится за адресой города Черкассы, улица Ярослава-Голлана, 47, стала наша компания. Враховуючи систематичное невиконание боржником своих обязанностей щодо сплати боргу, зокрема, остальная дата платежу датуя еще червня 2012 года, нашей компании было решено вернуть стягнение на предмет ипотеки, на вказанный житловий домик. Это право предбачено Законом Украины про ипотеку, зокрема, ст. 37. Мы решили саме зарегистрировать право властности на вказанный житловий домик. Таким чином, с 30 березня 2017 года, властником житлового домика стала наша компания ТОВ Финанс ТРАСГРУП. Хочу подкреслити, что властником саме одноосибным. В этом контексте станет довольно удивля реакция правоохранительных органов, про которую нам расскажет наш коллега. Адвокат Хмельницкий Игорь Алексеевич, я являюсь адвокатом и оказываю юридическую помощь лицам, которые арендовали данное домовладение и земельный участок, и которым на сегодня предъявлено подозрение в ст. 162 и в ст. 296 части 3 Уголовного кодекса Украины. Статья 162 предусматривает незаконное проникновение, а ст. 296 предусматривает хулиганские действия. Что хочу сказать, что на сегодня, разобравшись с ситуацией уже фактически досконально, я могу с уверенностью сказать, что данное уголовное дело производства возбуждено было с единственной целью. Дать возможность несобственникам пользоваться имуществом, которое им не принадлежит, беспрепятственно, что на сегодня фактически и удается. В это были вовлечены правоохранительные органы, которые возбудили, вернее зарегистрировали в едином реестре. Уголовное дело в начале было зарегистрировано за ст. 162 за незаконным проникновением. Объективная сторона данного преступления предусматривает ответственность в случае, если незаконное проникновение было, при незаконном проникновении были нарушены законные права собственника. В нашем случае законные права собственника нарушены не были, потому что между собственником финанс-страссгрупп и между арендателями был заключен официально договор аренды. Были заплачены средства за аренду. И данные лица пришли, чтобы проживать в данном домовладении. И они там проживали на протяжении месяца, после чего пришел КОРД, это спецподразделение милиции. И в тот момент, когда дома был один из арендаторов, он был задержан, доставлен в райотдел, где ему было предъявлено подозрение. Что хочу еще отметить, что это криминальное производство явно имеет признаки коррупции в полиции Городского управления Черкасской области и прокуратуры города Черкас. И из-за чего я так считаю, и в этом глубоко убежден. Об этом свидетельствуют те действия, которые делает следователь. Он эти действия делает вопреки действующему законодательству Украины. Первое. Осуществляется служебный подлог. В официальных документах фигурирует информация, которая не соответствует действительности. И об этом следователь заведомо знает, о какой идет речь информации. Речь идет об информации, кто является собственником земельного участка и дома. Фигурирует там собственником Кучеренко Виктория Михайловна. В действительности собственником является юридическое лицо Финанс Траст Групп. И это делается преднамеренно. И это влияет на квалификацию, на статью 162 Криминального кодекса Украины, который инкоминирует подозреваемым. В данной статье как раз таки и имеет место, кому же причинено, каким интересом причинен вред. Если Кучеренко у нас заявитель, и она отображает, что ей причинен вред, тогда есть состав преступления, если она является собственником. Если пришли к ней домой, то тогда договор аренды перестает автоматически действовать, потому что он заключен не с теми лицами. Но в нашем случае эта информация доступна как органам, как суду. Она предоставлялась и сторонами, что Финанс Траст Групп является собственником данного имущества. Но процессуальный прокурор на это не обращает внимания никаким образом. Он фактически подписывает документ с заведомо неправдивой информацией. Дальше хочу опять вернуться к коррупции и к тому, что я говорил, что это дело возбуждено лишь с единственной целью – дать возможность несобственникам пользоваться данным домовладением. Что на сегодня сделано следователем? На сегодня на дом наложен арест. Обращу опять внимание, арест наложен в тех составах преступлений, которые не предусматривают ни мошенничества с домом, ни подделку документов, то бишь следствие этого не оспаривает, что дом находится законно у Финанс Траст Групп. Но они накладывают арест, мотивируя тем, чтобы с домом ничего не случилось. Фактически беспокоятся за собственников, но в то же время накладывают запрет на пользование домом, то бишь собственник не может сдать его в аренду, не может в нем прописать людей и сам фактически не может данным домом пользоваться. После чего следователь в нарушении статьи 100 Криминально-процессуального кодекса, в нарушении инструкции про хранение вещественных доказательств передает данное домовладение и земельный участок на ответственное хранение не собственникам, а заявительнице Кучеренко Виктории Михайловны. Мало того, от суда, который накладывал арест, я ознакомился с ходатайством и с всеми материалами, с которыми пришел следователь в суд, и там видно, что от суда было скрыто та информация, что в домовладении кто-либо проживает. Почему это было скрыто? Потому что, опять же, в Криминально-процессуальном кодексе четко указано, что суд не имеет права делать запрет на пользование, если в доме проживают на законных основаниях люди. У нас в доме проживали арендаторы. Но, невзирая на это, это от суда было скрыто, и на сегодня наложен арест. Но с нашей стороны заявлены ходатайства в суд в порядке статей 174, и завтра в 10 часов планируется рассмотрение по поводу снятия ареста и по поводу снятия запрета. Мы надеемся, что нам удастся суд убедить теми доказательствами, которые у нас есть, я считаю, они неопровержимы, потому что это документы, а не чьи-то слова, и арест этот будет снят. Целью сегодняшней пресс-конференции есть единственное. Коль сложилась такая ситуация, коль прокуратура города, полиция действуют вопреки действующего законодательства, мы рассчитываем на то, что все-таки мы привлечем внимание общественности, и общественность каким-то образом донесет это, может, до вышестоящего руководства, в Генеральную прокуратуру, в Глав, и все-таки они направят данное расследование в надлежащее русло. А русло это на сегодня есть единственное закрытие уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Нет, ни 162-й, ни хулиганство. Потому что хулиганство, опять, если вернуться к составу данного преступления, хотя оно законодателям слабо конкретизировано, но если есть грубое нарушение гражданского порядка, значит, есть вред. Для криминала он должен быть существенным. Для того, чтобы этот вред предотвратить, должны быть затраты времени общественности, чтобы предотвратить это хулиганство. Ничего всего этого не было, а на сегодня есть обвинение в статье 296. Опять я уверен, что это делается преднамеренно, потому что статья 162, она за своим составом мягкая, и по ней нельзя требовать взятия лиц под стражу. В нашей ситуации прокурор, следователь обращается с ходатайством, чтобы арендаторов взяли под стражу. Но мы на сегодня эти решения уже приняли, они обжалованию не подлежат. В отношении лиц судом избрано особистое завязание. Вот такая картина на сегодня. У меня как бы все. Дима, расскажи, пожалуйста, что там было за ситуация, связанная с поселением и с милицией. Ну, хотел поприветствовать всех присутствующих. Ну, ситуация до ужаса абсурдная. 29 мая подписали договор на коллективную аренду жилого дома. И когда пришли в этот дом, нам было отказано. Отказано лицами, которые там просто сопроживали фактически. То есть они жили в летней кухне, она одна хозяйка, без семьи. Ну, сказала, что ей это не нравится. И сама вызвала полицию, сказала, что ей угрожали. Полиция приехала и начала разбираться. Мы показали документы, а именно договор аренды, заключенный собственником. Вот представитель собственника, это ТОФ финанс трансгрупп. Вытяг с реестра у нас был, который свидетельствует о том. А у владелицы, к этому я хотел еще прийти позже. Из документов, как она называла себя собственницей, заявительницей, из документов, уважаемые, обратите просто внимание, из документов у нее только домовая книга. Вот наличие домовой книги, по ее мнению, давало ей право называть себя собственницей дома. Далее события развивались вообще непонятным образом. После 5 часов, более 5 часов, проведенных совместно с полицией, полиция сделала дважды запрос в реестр, в державный реестр речевых прав на нерухомое майно, где четко было указано, что собственником данного дома является ТОФ финанс трансгрупп. Единоличным собственником никаких запретов не было. После чего долгое совещание полицейских, на телефоне они были, там было множество патрулей, и уехали. Осталось два патруля. После этого 2-го числа мы зашли в дом с намерением фактически проживать там. Вот поселиться, жить себе спокойно. На что снова была вызвана полиция, дом окружило порядка 30 бойцов спецподразделения КОРД, ними управлял пьяный полковник Вильганюк. Я хочу просто сакцентировать на это внимание. Человек, будучи при такой значимой должности, это начальник меского райвидделу полиции, находясь в нетрезвом виде, о чем есть видеозапись, которая является доказательством. Когда ему предложили пройти медицинское освидетельствование, он отказался. Он управлял порядка 30 вооруженными бойцами КОРД. Эти люди по его команде готовы были зайти штурмовать дом с применением автоматов, пистолетов. Чем чреваты последствия неадекватных управленцев. В МВД мы все хорошо помним, мы не так далеко сидим от улицы, где более 100 человек было убито правоохранителями, тоже почти это команде. Но это вопрос другой. Это просто факт о том, что система не меняется никак. Далее нас обманом заявительница сказала, что у нее пропали какие-то вещи. И обманом полковник Вильганюк попросил уже, он снял ультиматум, чтобы мы вышли, иначе будет штурм, попросил нас выйти для досмотра личных вещей. Мы вышли в окружении 30 бойцов КОРД и порядка еще 30 патрульных. Я там звание не знаю, самых разных патрульных. Мы были под видеофиксацию досмотрены при хозяйке. То есть вещей у нас никаких не было, ни запрещенных, ни ее личных вещей. И нас принудительно доправили в райотдел. Далее в райотделе ситуация была просто казусная. Нас просто допросили в качестве свидетелей, даже не допросили, а отобрали пояснение. И все. И отпустили по домам. В этом доме остался находиться один человек. Он там спокойно проживал. И постфакту мы далее узнали, это была пятница, вечер. И он спокойно там жил в выходные. Все это время там круглосуточно дежурило два наряда патрульной полиции. То есть, как я понимаю, они хотели оказывать давление. Ну, морально своим присутствием. Потребности в их нахождении там я лично не нахожу. Они даже сами не могут объяснить, почему они там находятся. Об этом есть в видеозаписи, свидетельствующие. Далее мы просто звоним полицейскому, говорим, ну, вы выяснили, чей дом. Нас попросили якобы пока не заходить. Вот есть сомнения. Ну, мы, дабы не нагнетать ситуацию, не заходили. Нас тянут, 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 тянут. Потом от представителя собственника я узнаю о том, что высшее руководство, это Вильганюк, еще как господина этого... Кожухевский, за область. С гражданином Кожухевским, это заместитель управления полицией в Черкасской области, были у нотариуса, ознакомились с документами, провели с ней беседу. Получили ответ, что все действительно законно, что собственник правомерный абсолютно, и удалились. Никаких обысков, никаких педозы, никаких обвинений вообще нотариусов выдвинуто не было. Нам собственник говорит, заплатили за дом, я деньги возвращать не буду. Ну, мы сначала обратились, если такая проблемная ситуация, верните нам, пожалуйста, деньги. Он говорит, я вам сдал абсолютно нормальный дом, хотите, фактически проживайте. Нет, у нас подписан договор. Извините, ну, мы заплатили деньги, и мы знаем, что правда на нашей стороне. Мы снова вернулись в этот дом. Сразу же снова приехало большое руководство, но уже с подкреплением, с прокуратурой. Это был Кожухевский, заступник начальника области, Вильганюк, руководитель местного отдела полиции. И Рябий, заступник прокурора города. Но что Рябий попросил снова же, те же документы, снова расспросил, что происходит. Ему были данные ответы, он сел в автомобиль и уехал. После чего снова опергруппа, снова допрос, снова те же пояснения. И они уезжают. Ну, мы дома остались. На следующее утро ситуация повторяется. Снова гражданин Вильганюк, снова Кожухевский, снова много патрульных, снова следственная оперативная группа. Все тоже. Это было трижды за один день. Вот ситуация повторялась до абсурдности трижды за один день. И так было ежедневно. Круглосуточно там находились полицейские. Как они говорят, что руководитель прямой у них это полковник Вильганюк. И они оказывали давление чем? Перепрыгивали забор по несколько раз в день, забегали и просто спрашивали, у вас все нормально? Вот представьте себе такую ситуацию, вы просто дома пьете чай или, к примеру, отдыхаете, смотрите телевизор и забегает полиция ночью, днем, без разницы. И спрашивают, просто у вас все нормально? Я считаю, что это давление. Морально просто давление на законных арендателей. Далее ситуация была до абсурдности. Нас один раз еще вручили повестки и пригласили в райотдел для дачи объяснений. Мы поняли, что ситуация очень сложная. Обратились коллективно за помощью к адвокату, известному в нашем городе, лучшему, по нашему мнению, адвокату. По криминалистике, Алексею Хмельницкому, Игорю Хмельницкому и его отцу, Алексею Хмельницкому. Далее мы пошли в райотдел, где нам снова просто попросили дать пояснение. То есть мы не были ни подозреваемыми, ни подозреваемыми. Просто пояснение. Мы снова дали уже пояснение. На следующий день мы возвращаемся, только вернулись в райотдело. Снова приезжает опергруппа и вручает нам повестки. Снова на завтра. Мы уже от этих повесток просто отказываемся, потому что они не есть законными. По закону повестка должна вручаться за трое суток до допыту. У нас даже был не допыт, а у нас просто отбирали пояснение. То есть такие абсурды, просто абсурды. Нас постоянно трижды, четырежды в день приезжали опергруппы, большое скопление полиции. И мотивировали тем, что нам просто лучше покинуть этот дом. Как я вижу эту ситуацию, почему это все происходит? Со слов заявительницы, ее муж Кучеренко Валерий. Это бывший сотрудник УБОПа. Это такая очень неоднозначная личность. Он то говорит, что он знает Пукача лично, то у него связи в министерстве, то он будет звонить бандитам. В итоге он просто вызывает полицию и заставляет жену идти писать заявление, постоянно жалуется. Что я на нем сакцентировал? А, с его слов, вот он бывший сотрудник УБОПа в звании майор. И он напрямую постоянно звонит начальцу. У нас номеров полицейских нет. Я вот, мне в миру пресечения избрали арест в ночное время суток дома. Я следователю своему звоню, это Гребенек. Я, кстати, Гребенюк Евгений, хочу, чтобы это тоже имя прозвучало, он трубку от меня не берет. Мой следователь, который решает, и могу я отлучиться куда-то, даже на эту пресс-конференцию или нет, просто не берет меня в трубку. Он меня бросил в черный список. Я следователю должен писать ночью на Вайбер. У меня есть переписка со следователем. Это полный абсурд. Человек, который распоряжается моей свободой, не берет от меня трубку. Ни одного следственного действия, ни одного допроса, ни очной ставки, ничего не было вообще. Просто постоянно приезжают полицейские, Виктория Михайловна выходит, что-то с ними разговаривает, общается и заходит. Потом, 28-го числа было? Первый день? Нет, Корт, когда приезжал. 28-го. 28-го, 0-6-го происходит неприятная ситуация. В 6 часов утра группа спецназа, Корт, спецподразделение Корт заходит в дом. Якобы опасных преступников они хотели там задержать. И арестовывают одного мальчика с девушкой, который просто проживал там фактически с этой девушкой. Одевают им мешки на голову и везут на санкцию. На санкции ему предъявляют все те же статьи, незаконное проникновение и хулиганство. Суд не счел нужным и суд абсолютно в этом случае прав. Потому что ни одного доказательства, я хочу подчеркнуть, ни одного доказательства, хотя круглосуточно полиция находится возле дома, ведет видеофиксацию. Все разговоры заявительница записывает на диктофон. Ни одного доказательства предоставлено о любом правонарушении не было. Вот 25 дней полицейские не знали, что придумать. Вот они и так пытались, и так провоцировали. Они хотели на какую-то агрессию нас столкнуть или на какие-то неправомерные действия. Но так как мы граждане соблюдаем, которые чтут закон, они этого не увидели. И просто пошли и получили решение суда абсурдное. И задержали одного парня. Они могли просто прийти с этим решением сюда, показать его. И мы как добропорядочные законопослушные граждане просто бы ушли из дому. Потому что решение суду любой гражданин этой страны должен подчиняться. И мы ему подчинились. Мы далее не пробовали никаких попыток проникнуть в дом, хотя там наши личные вещи. Дом опечатан и незаконно передан. Далее очень интересный момент. Когда выбирали мне меру пресечения, прокуратура с следователем Гребенюком очень сильно просили мне выбрать меру пресечения содержания под стражей. Говорили, что тяжелые статьи, много нарушений. И когда задается конкретный вопрос, вот один факт предоставьте, видео или звукозапись, все фиксировалось, ничего не могут навести. Следство отрывает. Вот это формулировка, как бы у них железно-бетонная. Следство отрывает. Вот и все. Но интересный момент заключается в чем? Что в суде? Судья у заявительницы спрашивала. Она пыталась разобраться в ситуации и спрашивала. То есть мы показали документы на дом, а какие есть у заявительницы документы. Из документов заявительница под видеофиксацию, под аудиозапись сказала, что у нее есть два вида документов. Это домовая книга и платежки за коммунальные счета. То есть я, не будучи юристом по образованию, понимаю, что домовая книга это инструмент для того, чтобы фиксировать прописанных, прописывать и фиксировать прописанных людей по какому-то жилому адресу. Никакого отношения к правособственности не имеет. То есть, по моему мнению, полиция, достоверно зная о том, что дом принадлежит юридическому лицу, представителя этой компании, я никакого отношения к этой компании не имею. Я не являюсь ее представителем, не ее сотрудником. Я просто арендатор дома. Зная все тонкости этого, разговаривая с нотариусом, видя вытяг с державного реестра, берет это все, не берет это все во внимание и заводит незаконно уголовное производство. И этим производством пытаются, преследуют одну цель, отбить охоту жить в доме бывшего сотрудника. Цель одна, просто запугать. Это просто террор. Простым языком это можно объяснить просто. Это террор, милицейский произвол. И в заключение хотел сказать, что собственница говорила, ну не единожды такая беседа была, намекала, ну не прямым текстом, но намекала, были такие формулировки, вот здесь нравится жить, вот если бы мне показали место и сказали, что оно мое, где мне нравится жить, я бы не создавала вам проблем. Ну на что я отвечал? Я простой арендатель, я таких вопросов не решаю. Если у вас есть вопросы, обращайтесь к собственнику дому, решайте все эти вопросы. Я компетентен только разговаривать о совместном фактическом проживании в данном доме. То есть, что они добились? Они незаконно пользуются домом, они живут в летней кухне, просто, ну незаконно живут в летнем доме, который им не принадлежит вовсе. У меня лично, человека, заплатившего деньги за аренду, забрали это право, нарушили, прямо нарушили Конституцию, переследу первую статью, право каждого человека на жилье, попирая Конституцию всеми законами. И просто для себя выбивают условия, чтобы им что-то предложили. В связке вместе с прокуратурой и полицией города Черкассы. Ну, я думаю, ситуация есть. Да, я хотел бы еще дополнить, вот как раз когда Дмитрий Макаренко давал, объяснял ситуацию, которая сложилась, и тоже вспомнил кое-какие моменты. Моменты следующие, что я также не могу связаться со следователем и фактически не могу оказывать защитные функции. Я ему звоню, хотел согласовать, когда мы с ним можем встретиться. Мало того, мною сдано ходатайство в канцелярию его ведомства, где он работает, на которое по закону, по 220-й статье он должен мне дать ответ в трехдневный срок. Я с ним связаться не могу и узнать, какое он принял решение. Этот момент. И второй момент, в доме остались личные вещи девушки, опять же, ориентатора, которая приехала к нему в гости с областного центра. И вещи там на значительную сумму, и неизвестно, есть ли они вообще после того, как там побывали работники милиции. Хотел как раз таки узнать, я у следователя, каким образом мы можем пойти и хотя бы забрать вещи, потому что парень в шортах остался фактически после того, как его забрал корт. Этот момент я хотел отметить. И хотел бы я еще отметить такой момент. Я читаю же милицейские документы, и в них написано, если просто обывателю читать, то все ужасно. И думаю, выясню же я эти вопросы у заявительницы. И у меня была такая возможность задавать ей вопросы в судебном заседании, когда она пришла, куда она пришла и желала отдать ей показания в качестве свидетеля. Я у нее спросил, первое, если она утверждает, что она заплатила деньги за этот дом, уже учитывая, ну вдруг, все-таки у человека как-то в жизни не сложилось, она как-то там потеряла документы или еще что-то случилось. Спрашиваю, где, когда и кому? И какими суммами вами были сделаны платежи? А я считаю, что этот вопрос не имеет отношения к рассмотрению данного дела, и я на него отказываюсь отвечать. Это звучало с ее уст. Следующий вопрос. Опять же, в материалах фигурирует, что ее незаконно выселили. Я ей задал вопрос, каким образом она оказалась в летней кухне. Она сказала, что мне просто не понравилось проживание с мужчинами, которые арендовали данный дом, и я сама перешла в летнюю кухню. То бишь, с этого следует, что никто ее туда силой не выселял. Дальше я говорю, ну вот фигурирует то, что вас выселили. Что вы считаете? С чем это связано? Она говорит, это связано с тем, что я забыла ключи, вышла из калитки, звонила, мне никто не открывал, и мне пришлось перелезть в забор. То бишь, вот это называется выселили. Ну, звучит абсурдно. Никто ей не должен открывать и носить ей ключи. Еще хотел бы... Ну вот, в принципе, все эти абсурды, они есть до сегодняшнего момента, никем не устранены, и следователь после того, как добился основной цели, наложил арест, наложил заборону на дом, он все, больше следственных действий не проводит, и защита, и вести переговоры никакие не желает. Еще дополнить по следователю Гребенюку, тоже было ходатайство, о том, могу ли я там уехать в Киев, для чего мне нужно было раньше выехать из дома. Сдал, он сначала отправил меня в суд, вот есть бумага, решение суда, которое объясняет следователю, что это в его юрисдикции, это суд поясняет следователю, который открывает уголовное дело, следователь не знает, что это в его юрисдикции. И я следующее заявление пишу ему, для того, чтобы получить разрешение на законную там поездку, и он мне в трехдневный законный срок ответа не дает. Трубку не берет, я нахожусь у следователя в черном списке, это абсурд. Мне предъявили подозрение, а следователь просто не берет от меня трубку. То есть это гребенек. Следователь просто неквалифицированный, такие они должны работать в правоохранительных органах. Люди, которые не понимают сферу своих обязанностей, которые направляют в суд, суд им поясняет, что это их обязанность, и потом не отвечают в законный срок, это ну, он правонарушитель. Только под следствием нахожусь я. Ну, это заключительное дополнение. Несколько нюансов буквально. Весь вопрос с этой ситуацией возникает, почему так происходит? Почему именно у нас, почему именно эти люди, и почему именно этот адрес? И почему именно так происходит? И самый главный вопрос, и кто за этим все-таки стоит? Я как адвокат буквально выложу несколько фактов, о которых уже упоминали. Кто там был непосредственно, и почему прокуроры города, начальники полиции города, замначальники УВД области занимаются тем, что оспаривают по своей сути право собственности компании? Почему так происходит? Почему? Почему там Кожухевский, вместо того, чтобы отдыхать, это были выходные, вместо того, чтобы отдыхать где-то у себя, возможно, он и отдыхал, потому что он, в принципе, приехал вечером на свои шикарные, великолепные автомобили туда приехал, приехал разбираться, так же самое, как и Вильгольнюк приехал, так же самое, как и Рыбий. И самое интересное, это то, что они никак не могли разобраться, а где ж находится вот этот государственный реестр, и что это такое, с чем его и яд. Слава Богу, что там на месте нашелся один полицейский, который умел разбираться с айфоном, тыцнуть пальцем туда, куда надо, и увидеть в реестре то, что мы являемся собственниками. А вообще сам Кожухевский назвал это банально беспределом. То есть то, что мы попадаем в свою собственность, это он называл беспределом. А то, что в течение одного месяца они по несколько раз в нарушении статьи 16 Уголовно-процессуального кодекса попадали без разрешения суда в недвижимость, чужую, жилую недвижимость, по несколько раз в день, по несколько раз в неделю, это они не называют беспределом. И опять же вопрос, а почему так происходит все-таки? Я думаю, что вопрос очень простой и уже был, он прозвучал на него ответ. Потому что бывших ментов не бывает. Не милиционеров, а именно ментов. Менты бывают только сегодняшние и будущие. Наверное. А бывших их нет. Вот я так считаю, что раз он называет себя, раз он называет себя милиционером, майором в отставке, то, наверное, круговая порука так и действует. Если у каждого из этих милиционеров, которые там за этим всем стоят, есть какая-то квартира в аренде, не в аренде, а в ипотеке, то они боятся, что завтра банально придут и отберут у них. Но вопрос... Вопрос в другом. Очень серьезно возникал вопрос, как минимум в интервью, даже не в интервью, а в каком-то авторском, непонятном исполнении телеканала интерсюжете, возникал вопрос по поводу того, что у них долг оплачен. И действительно, у этой женщины, которая брала кредит, у них есть на руках справочка, но они забыли рассказать о том, сам тот кухарчук, которому я тыцил прямо под видеокамеру, пхал под видеокамеру, другую бумажку, которая была сказана, что у них задолженность есть в 140 тысяч долларов. И та бумажечка, которая они козыряют, она никуда не годится, потому что она была оспорена или скасована тем же самым издателем, Фидебанком, который я выдал. Так до конца и не разобрались. Или не хотят разбираться. Опять же, по причине той самой круговой поруки. Им не надо, им так удобно. Им удобно, чтобы процветал у нас социализм, коммунизм. И чтобы, если взял деньги, их не надо отдавать. Вот, наверное, из-за таких людей и лопаются по сотнями банки. Вот именно из-за таких людей и из-за такой круговой поруки рэпнули 100 банков в Украине в течение двух лет. И речь идет о 70 миллиардах долларов, которых не было возвращены тем же самым депозитчикам из-за таких бессовестных неплательщиков, которые являются кучеренко Виктория. И представьте себе, она имеет наглость отвечать, что, а вы покажите квитанции, потому что речь идет о 100 тысячах долларов налички. Покажите, пожалуйста, квитанции, по которым вы платили. Кроме квитанции на сумму примерно в 10 тысяч долларов она показать ничего не может. Я потеряла. Вот, представляете себе, документы, которые решают судьбу, она не может показать. То есть, квитанции на оплату этого долга она не может показать. Все очень просто, потому что у нас есть документы о неуплате на сегодняшний день суммы задолженности в 140 тысяч долларов. Но даже не это главное, а главный это человеческий вопрос, человеческий фактор. Наша компания, которую мы представляем, Finance Trust Group, с 2015 года она является ипотекодержателем, она выкупила этот долг. И с 2015 года по 2017 год она пыталась договориться с ними просто по-человечески. Давайте платите хоть какую-то сумму ежемесячно, хоть тысячу гривен, хоть две тысячи гривен, хоть три тысячи гривен, но если от вас будут хоть какие-то платежи, вас никто трогать не будет. Вместо этого приходит ее муж, тот самый бывший милиционер, который не является вроде бы бывшим по понятным причинам, он себя не считает бывшим, он всегда считает себя милиционером, он приходит в компанию, офис компании, угрожает сотрудникам, садится на стол, показывает неприятные жесты всем сотрудникам, женщинам в том числе, и рассказывает то, что он притянет сюда двух атошников, которые сделают с ними то, что сделают обычные там, я даже не знаю, как их назвать, не хочу в эфире называть такие слова, да, это тот человек, который называется бывшим милиционером, и тот, это тот человек, который не платильщик, это тот человек, который позволяет себе делать то, что он сейчас делает. Вот такие вот вопросы. И опять же, весь вопрос, кто за этим стоит, фамилии уже прозвучали, наверное, но это будет некорректно называть, что именно они за этим стоят, но они там были, они были одни из тех, кто ломился, кто пришел туда, кто пришел туда в своих, как я уже говорил, на своих автомобилях, со своей охраной, со своей милицией, со своими подчиненными, кто приходили и задавали вопросы, на которые мы уже, просто нам уже надоело отвечать на одно и то же самое. Не плательщик и право собственности наше. Не плательщик и право собственности наше. И когда уже это закончится? Но походу они уже не слышат. Наверное, у каждого из них есть очень много кредитов и они боятся за свое, так же самое за свою собственность. Нет, неправильно, не за свою собственность, за чужую собственность. Они боятся, что они утратят право ей пользоваться беспрепятственно. Они за это боятся. Мало того, и тоже забыли мы на одно еще сакцентировать внимание, это то, что на сегодня есть гражданское судопроизводство, где Кучеренко оспаривает передачу долга ипотекодержателю. И речь идет о чем? Они там пытались наложить запрет на пользование этим домом собственником, и судом им было отказано. И тогда они пошли вот этим путем, который нас сегодня сюда привел и который мы сегодня обсуждаем и привлекаем внимание людей, чтобы они понимали, что бывает, происходит, если на твоем пути бывший работник милиции. Законы не действуют и все идет вопреки законам. Если бы это кто-то был другой, соответственно, такой бы реакции не было. И обидно, что все-таки круговая порука, я не против круговой поруки, если она в законных и правильных вещах, а как раз-таки наоборот, круговая порука здесь поддерживает беззаконие. И как простым людям защищаться в этой стране? Возникает большой вопрос. Наверное, на этом все. Спасибо всем, кто был. Да, конечно. Александр Унян. Как я зрозумел, то вы купили право властности. У вас про это есть в реестру документы, которые подтверждают. Скажите, пожалуйста, какой выход, я зрозумел, что вам прискоржает местная полиция користоваться своей властностью. Они как бы не дают, это, наверное, больше не до арендаторов, а до представителей финанс-трансгруп, которые владеют, по вашим словам, нерухомостью. То полиция выходит, и вам заважает користоваться своей властностью? Чи как? Спасибо за вопрос. Не просто она нам мешает пользоваться, она с помощью постановления следователя и с помощью определения суда, ухвалы суда, как они делаются, ухвалы суда, такого вида, с помощью флешки. Приходит следователь, приносит судье, у нас, я так понял, что это новый, неопытный, наверное, судья, я себе так думаю, наверное, приносит ему флешку, надо сделать, он берет и делает, копирует и вставляет, и появляется определение суда, ухвала. И на основании этого ухвала нам передали на хранение бывшим собственникам, то есть не оспаривая право собственности, они взяли определение суда и передали их пользоваться тем людям, которые там жили дальше. То есть не платите, уважаемые люди, посыл сигнал и посыл очень простой. Люди, не платите кредитов, обращайтесь в милицию и будете хорошо жить. Вот примерно вот так. Вы вмешаетесь, они фактически просто нашли такую схему черного узаконения проживания лиц, которым не принадлежит этот дом. Но завтра в 10 часов в Сосновском районном суде следственная судья А можно трошки детальнейше про эту схему покажите? Детальней про эту схему. Ну, чтобы это было все. Я понял. Я уже об этом просто говорил, наверное, говорил бегло. Схема следующая. Обращается в суд с ходатайством о наложении на данный дом ареста, якобы оно является вещественным доказательством. Каким является вещественным доказательством? Ну, вот есть и папка всего этого перегрекопированного, никто не конкретизирует. Фактически с КПК переписываются общие фразы. Суд удовлетворяет такое ходатайство следователя и при этом не вызывает собственника в заседание. Хотя у суда есть такое право, чтобы собственник явился, дал пояснение. Собственник про это уже узнает, когда оттуда выкинули арендаторов, по-другому это назвать нельзя, и когда они возвращаются спросить, ребята, така вещь, а что там? А стоит оцепление? Говорят, а у нас вот есть документы, поэтому уходите. И, соответственно, ну, как законопослушные понятно, что на это ограждение никто, люди вынуждены и уходят. А второй ход, который делается, их не устроило просто арест. Арест это фактически запрет в отчуждении, а делают второе, это делают уже запрет в пользовании, в сдачу в аренду, в прописывать там людей. Накладывают второй запрет, но в законе написано, что такой запрет суд не имеет права накладывать, если там на законных основаниях проживают лица. Так вот, следователь эту информацию отсюда скрывает. Я считаю, что он скрыл, потому что я полностью ознакомился с судебной справой, снял с нее ксерокопию, если будет интересно, готов ее передать в массы, я не думаю, что это сверхсекрет. И там только документы кредита, ну, назовем их бывшие правоустановщие, все. Договоров аренды нету, хотя милиции, они передавались, они однократно, когда писались пояснения. Мало того, видя, что дело носит заказной характер, всех, кого допрашивали, они в своих показаниях писали, что в этом задействовано руководство прокуратуры и милиции, просим, чтобы при наших допросах участвовал областной прокурор, и чтобы это снималось на видео. тишина. Так, а может быть, как раз обратиться к центральным органам, чтобы они поплывали на прокуратуру, на милицию? Обратиться можно, но я из практики вижу, что вообще область у нас, Черкасска, она очень загадочная, чем? Прослеживается по другим делам позиция областной прокуратуры. Это покрывать работников милиции, которые совершили уголовные преступления. Поэтому мы в принципе готовим документы, чтобы обратиться. Просто я в силу своей занятости по другим делам не успеваю еще это сделать. Я единственное пока сделал в порядке 174-й направил ходатайство в суд. Это непосредственно судокомпетенция снять арест. Но соответственно и в ближайшее время подготовлю заявление по поводу служебного подлога, которое существует следователь, внося в документы завидомо неправдивые данные. Это мы будем делать. Вопросов нету тогда. Спасибо за внимание. Спасибо. И до свидания. Всего хорошего студии, аудитории, присутствующим.